Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Не знаю у кого, которое время. У меня уже 4 часа дня или 5 уже, да? Я вам видео сделала с утра и уже пришла домой, просто пересмотрела и я в шоке. Да, ногтики сделала такие же функции, как и были. Волосы подстрела, но краска-покраска завтра должна быть или послезавтра. Надо немножко потерпеть, потому что я перепалила немножечко. Педикюрчик сделала тоже яркий, как всегда. Но дело не о том. Я вот пересмотрела видео, оно получилось немножечко такое мрачноватое, потому что не было сегодня солнышка. И что я заметила, я и так это видела. А вот на видео со стороны очень даже видно. Одни пенсионеры везде, реально. Вот маэстры пенсионеры, венецы пенсионеры. И это правда, потому что итальянцы, когда их дети заканчивают школу, они стараются, венецианцы, именно я вру, тут, где я живу, да? Даже знаю итальянцев с Рима, которые стараются своих детей отправить куда-то за границу на учебу, потому что они понимают, что Италия сейчас переживает не очень хорошее время. И это они понимают уже последних лет 10, как я уже правильно поняла, потому что я тоже очень-очень вижу, ну, как бы, разницу между Италией, которую я знала, когда приезжала в гости лет 10 назад, вот, и вот тут, когда я вот сейчас живу, и вот вижу, что творится за последние 5 лет, которые я здесь живу. Одни пенсионеры, и вы это сейчас увидите. Душа болит, и сердце плачет, но негде здесь работать. Дети живут просто на содержании родителей, а родители просто выжимают последние соки, понимаете, даже те, которые когда-то вошел в какой-то бизнес, вот, как в Мауре, да, не надо далеко ходить. Ну, вот еще у меня есть тоже знакомые, они детей отправляют куда-то в Ирландию, в Дублин, куда-то подальше, вот, только чтобы не в Италию, потому что они говорят, что за Италию будущего, в ближайшее время на поколении их детей они не видят. Вот такая вот у нас ситуация. А я сейчас буду пить чайчик. Поздно, но так захотелось, потому что на улице как-то так холодно, я пришла домой быстренько в халатик, и сейчас буду пить чайчик. Присоединяйтесь. Вот такую большую кружечку чая я себе сделала, я просто бросаю крупнолистовой, крупнолистовой чай, я вам сейчас его покажу. Вот у меня в такой баночке, ой, упала, сохраняется вот такой крупнолистовой. На банке написано Ахмат Бергамот, на ложечке Ахмат Бергамот, да, мне нравится черный Ахмат, вот, когда-то был Ахмат, а сейчас уже как бы Ахмат с Бергамотом. Но тут Виталий приходится покупать просто черный крупнолистовой и с бергамотом, я присыпаю себе в эту баночку. И вот я сейчас буду его пить вместе с этими вот печенюшками, струди называются, фики, фики это инжир. Мне это нравится, сейчас я открою и почаю его вместе с вами. А да, это мой педикюр, видите, какая разница вот в цветах есть, но вот мне хочется почему-то такого яркого. Так, что я хочу? Я хочу ножицы, чтобы открыть печеньку. Ну вот я чайчик уже даже выпила и вам это, потому что мне позвонили и я съемку перервала и поболтала с Маурой и уже свой чайчик выпила. Всем спасибо за просмотр, который будьте сейчас, сейчас будьте его делать, конечно, но я уже сразу же говорю спасибо и до новых встреч, друзья. Пишите мне, задавайте мне вопросики, я буду отвечать по мере возможности. Вот завтра с этим тампоном, который я сегодня сделала специально для похода в салон, постараюсь ходить в ресторан и потом вам отчитаюсь, получилось, пустили или нет. Здравствуйте, дорогие друзья мои, уважаемые зрители. Хочу вам сказать такую новость, думала не буду снимать, потому что вы уже неоднократно видели, мои маэстры. Вот улица Гарибальди, Вия Гарибальди. Вот она у нас сегодня такая лысая, потому что зима. Вот я здесь живу и вот как бы центр. Покажу немножко вам. Вот такие у нас стоят на улице клумбы. Цикламенты, которые постоянно цветут. Вот эта капусточка такая цветная, декоративная. Но дело не в том. Я иду сейчас на маникюр, педикюр и на стрижку. То бишь я иду парикмахерскую. Здесь это называется эстетика салон. Для того, чтобы я туда попала, мне нужен тампон. Тампон это тест, чтобы вы понимали. Ну вот маникюр, педикюр и стрижка у меня стоит 100 евро. Это все вместе. Ну может быть там сейчас цены немножко поднимаются везде. Но может быть немножко больше. Ну и 15 евро, чтобы сделать вот тампон. Это я иду в аптеку возле своего дома. Даю все документы. Заполняю все документы. Кто я, что я, откуда я, где живу. Где родилась и бла-бла-бла. Все остальное. И потом делаю тампон и жду еще 20 минут результата. На улице стоят у нас такие палатки. И вот на улице я делаю. Возле моей парикмахерской, вот так вот. Ой, возле моего дома, рядышком аптека. Аптека. И мне очень удобно. Потому что на семестры по телевизору уже передавали, что по 3 часа люди ждут. В очереди сидят в машинах по 3 часа. Те, которые на машине, подъехали, чтобы его быстрее сделать. И люди просто не знали места, что вот у нас так можно в аптеке сделать. В принципе, быстренько. Я за полчаса справилась. Я вышла специально раньше. Вот на улицах вот так стоять. Потому что вот с утра, вы же знаете. Но сейчас уже не утро. Сейчас уже к 11 потягивается. Пледики вот. Люди с утра все на капучинка выходят. На кофеечек. Ну, красивенько. Все равно красивенько, да? Вот такая пешеходная вот эта улица. Вот это Тора наша. Высокая. Невысокая она. Невысокая. А, вот и время написано. Да. Вот вам видно. 10, 20. Показывает время точное всегда, кстати. 10, 27. Ой, 30. Ой, боже, что я говорю. 35 уже подтягивается. Да-да-да. 35 подтягивается. Потому что вот иду, камера впереди. А сама еще смотрю по сторонам. Вот так немножко с вами прогуляемся. Погуляемся в парикмахерской через центр. Кстати, сегодня рынок. Можем зайти и на рынок. Я так хочу и площадь занять, и на рынок. Рынок, вот эта дорога перекрыта сегодня, потому что вот рынок. Но мне рынок у Майстры не нравится. После того, как мы с вами побывали на рынке Мальяна. Да я не могу сказать, что Мальяна тоже очень классный рынок. Но просто реально вот этих две тысячи, которые я нашла, где можно купить стоковые вещи хорошие. Там так красиво вот эти три колонны. И все разные. Не колонны, это дымоход, наверное. Дымоход. Наверное, там камины внутри. Так красиво там. Да, они все три разные. Интересно. Да, я вас водила, наверное, вечером. А сейчас мы с вами пройдемся днем немножко. Вы знаете, вот у меня вот такой вот маникюр последней фуксии. Я же всегда делаю такие сдержанные тона, бледно-розовенькие, чтобы всегда было актуально, чтобы ко всему подходило. Но вот последний раз, говорит, да, уже четыре недели почти прошло. Ну, нет, еще четыре недели. Я делаю 30 декабря. Вот, и последний раз, что-то мне так захотелось сделать такую фуксию. И вы знаете, что сейчас я опять хочу яркий. Не знаю почему. Но все-таки мне хочется еще яркий такой маникюрчик. Это банк у нас. Красиво сделано, да? Красивые окна. Я, кстати, проходила мимо ЗАГСа. Кому она нас называется, там и расписывают людей. И я просто забыла вам сказать, чтобы вы увидели, какое здание, где вот проводятся такие вот тоже в центре. Как только начинала видео, оно там и находится сразу же. Вот это банк. В таких старых зданиях. Мне так что-то нравится. И вот так прям каналы. Потому что каналы были везде. Просто их засыпали. Даже вот в центре маэстро. Вот площади просто шли, каналы, каналы. И на барках приезжали с Венеции. На катерах прям приплывали сюда. В центр маэстро. Но потом почему-то их засыпали. Я вот смотрю, что еще вот вечером подсветки здесь. Я не выхожу. Вот живу в пяти минутах отсюда. И вечерами сижу дома, потому что мама мне делает концерты. Она боится быть сама дома. И мне надо быть всегда вот темнеет. Шесть часов темно. Я должна уже быть дома. Всегда вот если я хочу выйти, то это всегда сопровождается скандалом. Вот еще одна выпечка. Тут и вот. Показываю вам местных жителей. В этом году я видела очень много норковых шуб. Но я хочу сказать, что они все старого покроя, старого фасона. И я понимаю, что это итальянские запасы тех годов. Вот я спрашивала Мауру, когда у вас носили норковые шубы. Он говорит, лет 30 назад все поголовно покупали зубы. Золото и норковые шубы. Вот. А сейчас говорит, как бы это здесь не совсем актуально. Когда я вижу красивую норковую шубку модельную, то я знаю, что это туристы, которые приехали с России, скорее всего. Хотя я люблю натуральные меха, и они против этого. Ну да, жалко животных, это однозначно. Но раз уже сделали, то сделали. Ну мир такой, ну я не знаю. Даже это можно говорить долго на эту тему. Вот, показываю и будем заворачивать, поворачивать и выходить. Не ладно, пройдемся еще чуточку, потом вернула на улицу налево. Вот это наверху дома. Мне так нравится, когда итальянцы делают именно в нашей зоне. Я так думаю, что может быть по всей Италии так. Вот эти мансарды наверху. Я помню, меня бабушка с пяти лет возила в Ялту. Она любила курорты Ялта и Сочи. Но в Сочи она как-то меня никогда не брала. А в Ялту, это я всегда с ней была в Ялте. То я помню, вот такие мансарды разные в Ялте всегда были. Как бы тоже воспоминания с детства. Ну красивые, каждый домик по-своему красивый, вы знаете. Останавливаться, рассматривать вот эту архитектуру. Красиво, красиво так. А мы зайдем в вот эту галерею. Наверное, сюда выйдем, пройдем. Или сюда нам пройти. А вот сейчас вам покажу, где я покупаю чай черный с бергамотом. Кстати, я хотела зайти специально сделать тут видео. У них проблема с чаем. Вот такой большущий-большущий магазинчик. Я там покупаю, потому что я люблю черный чай с бергамотом, крупный листовой. Я не люблю вот эти чайи из пакетиков. А тут у них только один такой бутик есть. Где нужно выбрать хороший чай. И в Венеции один. Вот так парочками гуляю, смотрите. Мне так нравится, когда уже такие в возрасте, да. Всю жизнь вместе и так друг дружку поддерживают. И сейчас молодцы. Я свернула уже с площади и иду в направлении своего эстетика салона. Дорогие с бергамотом. Вот так вот все уже застроено, застроено, и вот этот один домик так внутри современной архитектуры. Вот оставили вот этот дом, тоже мне нравится, как внутри оставили. Хорошо, что его никто не продал и не построили эти новые постройки современные, которые... Я не знаю, почему они мне никак не всегда не все нравятся. Так, вот я выхожу, мы обошли как бы с другой стороны, и все равно мы вышли на рынок. Потому что все равно это цент, все равно мы вышли на рынок, но я никак его не обойду, этот рынок, все равно его надо как-то зацепить. Вот эти уже шубы разноцветные, поднадоели немножко. Так, ну вот не люблю, вот смотрите, как люди роются. Вот просто вам показываю. Вот какая большущая территория. Написано 4 евро, 2 евро, 10 евро. А вот там вот написано по 3 евро Зара. Сток Зара или что это, не было, но сейчас посмотрим. Ага, здесь постель. Я не знаю, что там Зара, я не знаю. Тавалья, тавалья, это скатерть, скатерть и по 4 евро. Ашугаманы копия. Ашугаманы это полотенце, по 4 евро копия, это 2. Ну вот такие вот скидки, распродажи, вот такое. Проходим дальше, потому что этого не люблю. Вот эти клумбочки мне нравятся. И вот эта велосипедная дорожка мне нравится. Вот нарисованные велосипеды. И вот идет такая вот велосипедная дорожка и трамвайные линии. Вот это мне нравится. Ну так как я обещала вам показывать все, то вот вы видите разные стороны итальянской жизни. Когда я приехала сюда впервые, это меня очень даже удивляло. Ну я и сейчас не перестаю удивляться. Это Коин, торговый центр. Зайдем и выйдем. И уже иду к Александре на маникюрчик. Сейчас зайдем, просто так пройдем через это. Ой, как тепло здесь. Пройдем. Маленький такой торговый центр. Четыре этажа, но он маленький. Такой компактный. Тоже лет, наверное, ему 30, я так думаю. И сразу же выходим. Идут тоже колонны со львом. Покажу, что такие вот маленькие машинки очень актуальны сейчас тут у нас маэстро. Я как-то ходила в салон смотреть себе, какую машину приобрести. И смотрела, вот такие маленькие очки. Если человек один живет, там с собачкой или с котиком, то зачем ему больше, правда? По городу, чисто передвижение по городу. Вот такие экономные электромобили. Это вроде бы электромобиль. И они реально такие маленькие, как бубочки. И такие разных, в разных цветах. Какой вот нравится, такой себе берешь. Супер классно. На два человека. Прекрасно. Я зашла в салон, и вот рядышком женщины, вот такие вот старшие итальянки. Так мне нравится, вот тоже вот ухаживает за собой. Смотрите, сумочка у нее Луи Виттон. И золото у нее такое в меру красивое. И лет ей, наверное, под 80. И еще одна сидит итальянка. Как мне говорит моя Александра, которая мне делает маникюр, что очень нередко вот сейчас итальянки ходят. И в основном, если делать педикюру, все грибок на ногах. Она говорит, очень мало здесь итальянок таких, чтобы ходили так вот, как ты. Каждый месяц регулярно. А вот эти, да. Говорит, что всегда она приходит. Чао, Александра.